Всем привет народ! Сегодня я хочу рассказать вам о своей новой игровой мышке. Теперь у меня новая модель от компании Винга, а именно MSG 869. Почему именно она? Спросите вы меня. Поверьте, этой мыши есть чем вас удивить. Для начала, давайте осмотрим ее упаковку. Упаковка плюс-минус такая же, как и той мыши, что была ранее у меня. О ней также есть обзор. Тыкай на подсказку или по ссылке в описании. На упаковке указаны модели бренд и также расписаны характеристики, о которых я хочу поговорить позднее. А сейчас давайте достанем мышку из упаковки. Упаковка, впрочем, самая обычная. По поводу комплектации тут тоже все скромно. А именно просто положили инструкцию, которая идет полностью на украинском языке, так как Винга это украинский бренд. В инструкции рассказано о программном обеспечении этой мышки, где скачать и как установить. Но об этом также поговорим позднее. А сейчас же поговорим о самой мышке. И скажу сразу, что чувствуется хорошее качество сборки. Ничего не скрипит и не дребезжит. Но опять, пластик матовый. И после первого использования сразу видны следы пальцев. Но сидит в руке очень хорошо и удобно. До всех кнопок можно дотянуться без проблем. Кстати, их тут аж 8 штук. Кабель здесь тканевый и длина его составляет 1,5 метра. Естественно, в этой мыши есть RGB подсветка. Здесь она сделана очень даже аккуратно и имеет большой набор цветов, которые можно регулировать. И тут мы подходим к самой интересной части этой мыши. А именно то, что для нее есть специальный софт для тонкой настройки. Качается он с официального сайта. Ссылку, если кому-то нужно, оставлю в описании. И устанавливается в течение пары минут. На этом приложении мы немного остановимся. Ведь с помощью него раскрывается весь потенциал этого девайса. Начнем с того, что в данной мыши можно установить 7 режимов DPI. Начиная от 1000 до самых 7000 DPI. Что очень много. Если у вас, например, 4К монитор, это очень важно. Для каждого режима можно установить свой цвет. Следующее. Можно настроить саму подсветку мыши. Есть масса режимов, где можно также регулировать цвет и скорость. И что немаловажно. Если вам не нужна подсветка, ее можно просто отключить. Что в прошлой моей мыши было невозможно. И она горела, даже если ПК был выключен. Также в приложении можно регулировать чувствительность мыши. Скорость прокрутки, а также скорость двойного нажатия. И что немаловажно, можно выбрать частоту опроса мыши. На выбор есть 4 режима. Дальше можно настроить назначение кнопок. Перенастроить можно любую из 8 доступных. И все эти настройки можно сохранить по разным профилям. И также можно записать макросы. Что очень даже облегчит жизнь в игре. И не только. Так как можно записать практически любую комбинацию. Только не забудьте сохранить настройки. И да, приложение полностью на украинском. Я думаю вы понимаете почему. Пора проверить эту мышь на деле. На примере игры Battlefield 5. И первое что хочется сказать, что играть стало удобнее. Просто из-за того, что корпус имеет более изогнутую форму. И рука меньше встает. Далее, быстрый отклик. Что сначала даже непривычно. Но теперь гораздо быстрее стрелять. Лучше стала чувствительность. И сама игра стала комфортней. И теперь я действительно понимаю, почему так важна частота отклика. И благодаря высокому DPI можно быстрее реагировать, если например вам за спину выскочил враг. Кстати, я тестировал ее еще с переходником для PS4. Потому что на моей прошлой мыши было мало DPI. И все было медленно. А теперь реально стало комфортнее играть. Чтобы вы понимали, эта мышь стоит 15 долларов. Это всего 400 гривен. За такие деньги вы получаете стильный дизайн, удобно сделанный корпус, 8 кнопок, специальное приложение для настройки мыши, красивую подсветку, поддержку макросов и все то, что я говорил ранее. И конечно, я могу советовать ее для покупки. Потому что это реально топ. Я не знаю, почему раньше я ее не заметил. И знаете, покупая уже второй товар от компании Vingo, я остаюсь полностью довольным. И я рад, что наша украинская компания может конкурировать с другими брендами. Особенно в бюджетном сегменте. Забыл также сказать, что мышь очень тихая. Вот, можете сами убедиться. И вот на этом я бы хотел закончить свой обзор. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставив лайк и оформив подписку на канал, я получаю дополнительную мотивацию в создании новых видео. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok